Добрый вечер! Есть изменения у нас в правилах несения воинской службы? Можно поподробнее об этом? Добрый вечер, Константин. Я бы хотел небольшую предысторию рассказать. В 2012 году был принят новый закон о воинской службе и статусе военнослужащих. Этим законом предусматривались задачи, которые стояли на тот момент перед вооруженными силами. Сотрагивались права военнослужащих, их обязанности. Практика применения данного закона, ну и, соответственно, изменения общие, которые в мире происходили, плюс мы анализ проводили применение данного закона, они привели к тому, что в этом году, 13 июня, были в него внесены изменения. Данные правила, они как раз и предназначались для того, чтобы закладывать механизм реализации данного закона. И мы этими правилами привели их в соответствие с данным законом. Многие моменты оптимизировали, которые, как оказалось, при применении, что имеются некоторые нюансы, их мы все устранили. Но никакие права, соответственно, военнослужащих, ни членов их семьи не были затронуты. Мы только работали в сторону улучшения и оптимизации. Вот, что касается улучшений, вот такой давайте с позитива начнем наш вечер. Какие улучшения есть у военных? Что улучшается? Ну, например, упростили саму процедуру поступления на воинскую службу. То есть, хотя бы остановились на первоначальных этапах. Это медицинское свидетельство. Ранее она у нас осуществлялась в два этапа. Первоначальный этап проводился по месту проживания. То есть, получалось, он сперва там проходил, потом пребывал в местный орган военного управления. И там постоянно медицинская комиссия проходила, повторно получалось. Мы этот процесс упростили, сделали только в один этап. Теперь желающие поступить на воинскую службу приходят непосредственно в местный орган военного управления. Там создается постоянно действующая медицинская комиссия, которую он и проходит. И ее заключение будет являться окончательным. Кроме того, один из моментов, который можно бы отметить, один из этапов медицинского свидетельства, это психологическое тестирование. То есть, здесь ранее были такие моменты, как три заключения давалось. Первое заключение – это рекомендуется. Второе было – рекомендуется условно, и было – не рекомендуется. Но вы понимаете, что человеку, которому доверяется вести людей со собой в бой, ему не может быть он условно рекомендован. Тем более, эта норма была, скажем, не совсем так адекватная. То есть, коррупционный риск закладывался. Мы ее устранили. Теперь или человеку рекомендуется, или не рекомендуется. Такие вот нюансы есть небольшие. Все остальное – это оптимизация самих процессов проведения аттестации, например, прохождение воинской службы, назначение. То есть, везде, где можно было, мы для военнослужащих создали наиболее приемлемые моменты. В то же время, вот вы говорите, упростили. Это не значит, что упрощение не привело к тому, что контроль уменьшился? Нет, никаким образом. Например, мы идем по пути, конечно, решения тех задач, которые возникают перед вооруженными силами. Они исходят, конечно, из задач, которые перед нами стоят, плюс еще международная обстановка диктует их. Теперь мы, например, требования к здоровью, другие, к профессиональным качествам, они постоянно у нас, скажем, уточняются, и исходя из них, получается, мы принимаем на воинскую службу. К примеру, даже если возьмем, в прошлом году более 250 тысяч человек рассматривались к приему на воинскую службу. Теперь, это из них, мы, проведя строгий отбор, около только 40% допустили на последующие этапы. Ну и, соответственно, на последующих этапах только лучшие из лучших прибыли вооруженные силы. Ну, то есть, вот, если по проценту, вот, к цифрам перейти, из 250 тысяч сколько в итоге вот пошло в армии? Из 250 тысяч вооруженные силы, другие войска и воинские формирования, это более 16 тысяч пошло. Всего? Да, всего. То есть, отбор идет достаточно серьезный такой? Конечно, да. Требования не только вооруженных сил, но и других войск и воинских формирований. Есть небольшие свои нюансы, небольшая своя специфика. И поэтому очень жесткий отбор сейчас идет вооруженные силы. Желающих у нас каждым годом все больше и больше. Поэтому мы приходим к тому, что начинаем сейчас даже планку чуть-чуть завышать, для того, чтобы приходили действительно лучшие вооруженные силы. Ну, я вот читал, у меня даже есть цифры, с вашего ведомства, кстати, предоставленные. В год прирост желающих служить в вооруженных силах Казахстана растет от 30 до 35%. Это правда? Да, действительно. Эти цифры с каждым годом растут. Это потому, что вооруженные силы проводят целенаправленную работу по улучшению социального обеспечения военнослужащих. Вы все слышали, что по указанию президента нам уже поднята заработная плата, даже снова классно повышен, введены некоторые другие надбавки. Соответственно, сейчас рассматривается вопрос об изменении механизма обеспечения жильем военнослужащих. То есть это видят наши граждане, видят, какую заботу во вооруженных силах проявляют и, соответственно, к нам стремятся. Да, действительно, прирост идет очень большой. Желающих с каждым годом, как я говорил, все больше и больше. Ну, видимо, поэтому вы можете себе, что называется, позволить и ужесточать требования, потому что желающих все больше и среди них действительно можно отобрать тех самых, которые будут достойно представлять нашу армию. Да, конечно. Мы будем набирать только лучших. Мы для этого и создаем условия, чтобы они могли себя раскрыть профессиональным отношением, чтобы они могли свои какие-то идеи реализовать в вооруженных силах. То есть для реализации данных качеств, например, мы в правила прохождения войск и службы заложили такое понятие, как квалификационные требования. Да, они есть и в других государственных органах, но просто до настоящего момента мы регламентировали это другими своими внутренними документами, другие у нас свои требования были. Но в свете вот этой всей работы, которая проводится в государстве сейчас по развитию государственной службы, мы как бы идем по пути унификации в государственной службе. И поэтому мы тоже сейчас разрабатываем квалификационные требования, которые позволят видеть военнослужащему все по своему прохождению. То есть он будет знать, если он пришел на эту должность, то каков его путь роста, какие требования ему будут на каждом этапе предъявляться. И вот этим всем мы даем ясность его карьерного роста, его продвижения по службе. И, конечно, это тоже является еще одним притягивающим для граждан моментом. Ну вот, что касается перспектив, какие перспективы могут ждать молодого человека, который решил служить в наших вооруженных силах? Ну, перспектив, конечно, очень много. Это сейчас социальное его обеспечение, например, если даже затронуть. Медицинское обеспечение у нас бесплатное получается. Медицинское страхование сейчас будет, соответственно, за счет государства. У нас, например, пенсия сейчас получается у военнослужащих. Пенсионный возраст такой довольно-таки льготный. Что еще можно сказать? Во сколько выходит на пенсию военнослужащих? Это по достижению предельного возраста. Это может, например, в категории военнослужащих подполковник, это 48, полковник 55. Например, младший офицерский состав, он, соответственно, может 47 уходить. То есть достижение предельного возраста. Могут, конечно, и другие обстоятельства возникнуть. Это состояние здоровья. Ну, это, конечно, уже в меньшей степени. Больше, конечно, по достижению предельного возраста. Миккин, вот затронули материальную часть, допустим, обеспечения наших военнослужащих. К цифрам, если можно перейти, сколько получают военнослужащие в Казахстане? Так, давайте рассмотрим самый низший звенок, хотя возьмем офицерский состав. Ранее командир взвода получал минимально от 114 тысяч. Сейчас в свете вот этих вот последних надбавок он получает более 132 тысяч. Но к этому еще идет, он может, например, классная квалификация его выше, то, соответственно, предусмотрены надбавки дополнительные. Это, например, если он специалист второго класса, ему 10% идет заработной плате. Если он первого класса, то, соответственно, 20%. И если мастер, то 30%. То есть цифры довольно-таки очень высокие. То есть можно сказать, что на сегодня армия – это такой надежный работодатель? Да, мы надежный работодатель, поэтому желающих прийти к нам очень много. Но мы, соответственно, никому не отказываем, всех рассматриваем. Если они подходят под наши требования, мы их, конечно, рады будем принять. У нас есть какой-то лимит, что, допустим, в армии должно служить определенное количество? Или в силу того, что приходят хорошие кадры, вы готовы взять большую часть? Или как происходит это? Ну, вот в последние годы у нас идет же работа по профессионализации вооруженных сил. И в этой связи мы стараемся придерживаться принципа, чтобы около 70% – это были кадровые военнослужащие, то есть профессионалы, и 30% – это солдаты, на которые у нас срочную службу мы вызываем. Ну, если действительно это ценный специалист, мы, конечно, его будем рассматривать. Потому что, если он действительно нужен для вооруженных сил и для государства, мы, конечно, придем его принимать. Возрастной ценз для строчников остался прежним? Нет, возрастной ценз изменился. Я, как говорил, что очень много желающих. Мы стараемся омолодить армию, потому что задачи, которые перед вооруженным силами сейчас в последнее время стали, они требуют, чтобы повысились требования к боеготовности, чтобы для оперативности. И, соответственно, понимаете, возрастному человеку немного сложнее. Поэтому этот нижний предел мы чуть-чуть снизили, получается. Теперь до 32 только могут быть приняты на воинскую службу. Это по контракту? Да, по контракту, то есть добровольно, который пребывает. Для них пришлось рамку немного снизить, но у нас желающих очень много, поэтому, в принципе, пока покрываются все потребности вооруженных сил. А что касается срочников? Что касается срочников, в принципе, так и осталось. Возраста срочников, они не изменились. Мы пока ими меньшую часть вооруженных сил комплектуем, и так как она позволяет нам полностью покрывать, мы не стали трогать их возрасты. Ну, то есть, если раньше сотрудники военкомата, можно сказать, в прямом смысле бегали за призывниками, то сейчас они сами уже начали приходить и изъявлять желание служить в армии? Да. Мы действительно к этому пришли, что не может, конечно, радовать нас. Что касается социального обеспечения, с жильем, как работа идет? Ну, данный проект, жилищное обеспечение, он как такого не затрагивает. Но могу сказать, что сейчас находится на рассмотрении законопроект, которым вносится изменение в жилищное обеспечение. Но я думаю, в скором времени, как он будет принят, наша руководство проведет большую принц-конференцию и даст более подробные ответы. Наверняка среди военнослужащих очень много семейных людей. Есть ли какие-то льготы для тех, у кого есть дети? Допустим, при поступлении в детский сад, при поступлении в школу. Такие моменты существуют? Да, конечно. У нас в законе предусмотрено то, что если, например, дошкольное учебное заведение, то есть наши детские сады, если, то дети военнослужащих без очереди поступают. То есть их очередь как бы в приоритетном порядке ставят. Но это у вас ведомственные детские сады? Нет, это государство. Ну, получается, детским садам относятся. И другие еще льготы, это я, как уже ранее сказал, это медицинское страхование у нас бесплатное, медицинское обеспечение членов семьи бесплатное. Если же у военнослужащих, к примеру, получается так, что наше ведомственное медицинское учреждение не может предоставить какую-то услугу, то военнослужащий имеет право обратиться в гражданское или в частное. Соответственно, берет оттуда чеки, все документы предоставляет и государство возмещает. То есть идет возмещение всех этих услуг. То есть в этом отношении они обеспечены. Евгений, ну вот затронули мы вопрос о том, что очень много желающих, вы даже назвали цифру 250 тысяч, всего 16 из них были допущены к службе. По каким критериям чаще всего отбраковываются, если можно так сказать, приземники? Ну, видите ли, так приблизительно можно вам сказать, что основная проблема это, конечно, болезнь внутренних органов. Там есть и другие нюансы. Ну, нельзя сказать, что из этих 250 мы, большинство по здоровью, ну, бывают такие моменты, что на тот момент он, возможно, болеет. Или если бы небольшое лечение пройдет, он снова годен будет. Но именно в момент прохождения медицинского свидетельства, если он не соответствовал каким-то критериям, мы, конечно, вынуждены. Но основная причина это болезни внутренних органов и связанные с необходимостью небольшого хирургического мешка. К сожалению, у молодежи сейчас варикозное расширение вен, но такие вот некоторые болезни, они будут мешать ему качественно проходить поинскую службу, поэтому мы стараемся их и не брать. Но при прохождении соответствующего лечения, если он на следующее прохождение медицинского свидетельства подойдет уже совершенно здоровым, мы, конечно, ему отказывать не будем. Хотя раньше чаще всего, я так понимаю, встречалось плоскостопие и вот что-то такие моменты. Ну да, мы с вами знаем, что было время, когда действительно военкоматы, как вы говорили, вынуждены были гоняться за людьми, как говорится, уговаривать. Но сейчас мы от этого отошли. Сейчас, слава богу, у нас все условия созданы, желающих очень много, поэтому проблема как-то такого не стоит. Мы все понимаем, что армия страны – это такой как живой организм, который постоянно трансформируется, изменяется, исходя из тех потребностей, которые диктует нам время. Какие нововведения ожидают казахстанскую армию в ближайшее время? Ну, это, конечно, вопрос такой очень объемный. Я могу сказать, что многие сейчас вопросы разрабатываются, прорабатываются. Вы знаете, что доктрина недавно была принята, в которой были отражены основные направления развития вооруженных сил. Мы, конечно, будем в первую очередь стремиться на повышение мобильности, на повышение оперативности, повышение боеготовности. И вооруженные силы должны быть готовы к решению всех задач, которые могут возникнуть в любой ситуации. Поэтому мы только на улучшение вооруженных сил будем сейчас идти. Стараясь в то же время, не забывая о социальную сторону обеспечения военнослужащих, каждый раз вырабатывая какие-то новые, скажем, подходы, которые позволили бы военнослужащим чувствовать себя уверенным в завтрашнем дне и не задумываясь, как лица, решать задачи, которые стоят перед вооруженным силами. Защищать Родину. Конечно. Это основное наше предназначение. Спасибо большое, что вы сегодня были у нас в студии, рассказали очень много полезной, я так думаю, информации. И тот, кто захочет служить в армии, наверняка придет к вам и будет исполнять свой долг. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в студии был Бекен Турсынов, начальник информационно-аналитического отдела Департамента кадров Министерства обороны Республики Казахстан. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова